Всем привет, друзья! Вы на канале Na'Vi Valorant, и сегодня мы будем знакомиться с нашими новыми игроками Dina и Dings. Ну что же, начнём? У меня в руках Na'Vi карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автограф игроков CS-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi карту от Тинькофф. Ребят, вы официально теперь в Na'Vi, поздравляю. Какие у вас ощущения? Спасибо. Мы очень рады. Блин, ну можно заново? Нет, ну это искренне, зато вы рады. Вы же все вместе играли в N.P. Расскажите, вот как это произошло, когда вам официально сообщили, что Тинькофф играет в составе Na'Vi? Обрадовались, было очень круто. Мы шли к этому, мы пришли к этому. Ну вот как это произошло, кто вам сообщил, как это было? Нашему составу N.P. была постоянная задача. Если мы выходим в EMEI, то вероятно нас будет подписывать организация Na'Vi. И соответственно, наша задача была выйти в EMEI, мы вышли. И уже по выходу мы предполагали, что нас подпишут. И это через неделю нам сказали, что все, нас официально подписывают, будет анонс. Мы были очень рады. Лично у меня это вообще первая организация киберспортивная в моей карьере. Вот, я очень был рад. Класс. А Миша, у тебя? У меня это не первая организация, но у меня проблема была в том, что... Даже мем некий был. Это машина дисбандов. Очень-очень старый. Колды помнят, что любая организация, вот которой я подписывался, либо отказывалась от ростера, либо, собственно, вообще сворачивалась и уходила из мира киберспорта. Так что, надеюсь, в этот раз так подобного не будет. Так, но я не совсем представляю, как Na'Vi может идти из мира киберспорта. Так что, надеемся, все будет хорошо. Хорошо. А расскажите, что у вас было до Valorant в карьере у каждого из вас? У меня был Warface много-много лет Warface. И вот, в анонсере Valorant я перешел в эту дисциплину. В Warface были радужные моменты, были фикальные моменты. Да, я слышал, что сейчас вообще многие люди переходят из Warface именно в Valorant. Но вот почему ты выбрал Valorant конкретно? Игра по душе. Сразу же, как к анонсере ее, мы уже с ребятами из команды с них планировали перетекать сюда и ожидали. Лутали ключи на Twitch Drops и стартовали играть. Диз, а у тебя? У тебя вроде CS, да, был до этого? Да, до Valorant я играл в Counter-Strike Global Offensive. Начинал вообще с Source 2006 года. А в CSGO я играл, так можно сказать, полупрофессионально. В Питере выиграл много LAN-турниров. Ну и в целом всякие там матерские турниры тоже выиграл. И вот за этот год, я знаю, что вы успели сменить вообще несколько команд. Там были Warface Players, потом MP. И расскажите вообще хронологию событий, что происходило с вами за этот год в Valorant. Так, за этот год в Valorant что происходило? Ну, изначально вот я начинал с ребятами из Warface вместе играться. Вот, мы участвовали во всех турнирах, до которых могли дотянуться. Потом что-то даже выигрывали, что-то проигрывали. Вот, и как бы держались, так сказать, на первых строчках СНГ, миксов, полукоманд. Вот, сильных. И постоянно с Пати Перетсами конкурировали, еще будучи worst players'ами. И вот, а вот Денис как раз-таки, Денчик, он играл за Пати Перетсов вместе с Ангелом. И вот, у нас свой такой СНГшный махач всегда был, но мы как-то очень редко встречались там в финалах турниров. Даже не знаю, почему так получилось. А потом все, кто-то в FPX ушел, кто-то еще куда ушел. Как-то раздербанили нас по разным командам. Ну вот, снова встретились. А вы же оба из Питера, верно? То есть вы там встречались в жизни реальной? Да, конечно. Буквально вчера встречались. А сложно ли вообще вам было начинать играть в Valorant после Warface, после CS? Во мне вообще нет. То есть я сразу адаптировался к этой игре буквально за пару дней. Мне первое время было сложно, но вот сейчас комфортно, сейчас идеально. Коррежа, а расскажите о ваших книгах. Вот, Дина, мне прям максимально нравится этот ник. Расскажи, откуда он тебя взялся? Когда мне было лет 11, я придумал себе, правильчив в Counter-Strike, никнейм динозаврик. В конечном счете мы и ты его просто начали сокращать до Дины, и как-то вот прижилось. Очень прикольно. Динца, твой. Ну, у меня вообще никнейм пошел от имени, меня зовут Денис, и в детстве меня называли Динька. Вот, я себе поставил ник просто Динг, а потом как бы его модернизировал, чтобы как-то было звучно, и в итоге он Динг Джей сейчас. Расскажите, как вообще начался ваш путь в киберспорте? Вот прям с момента, когда вы осознали, что до этого вы просто играли, а сейчас вы будете играть как проигроки. Лично у меня это вот в Warface тоже произошло, это 2014 год, я на свой первый лан турнир отобрался, занял там первое место, первые деньги, и вот с того самого момента у меня и семья стала попроще к этому относиться. Ну, не просто за компом сижу, там, углосуточно иди погуляй воздух и потеши, а, ну, как-то пожительнее начали всему этому. Там начали следить, болеть, поддерживать, интересоваться, и я вот параллельно с этим перестал деньги на свое существование, простить у семьи, и начал зарабатывать сам там стримы как-то монетизировать, призовые из турниров жить, и вот. А у тебя были прям проблемы с семьей? То есть вы прям ссорились на почве киберспорте, ну, потому что ты играешь? Нет, меня семья всегда поддерживала в любых начинаниях, ну, я думаю, у всех такое было, когда, как бы, ну, будучи еще школьником, я проводил там за компом по очень-очень много часов, вот, и семья пыталась выгулить как-то меня лишний раз и так далее, ну, отвлечь от компа. А сейчас выходишь гулять иногда? Сейчас, да, выхожу иногда, нечасто, я выхожу. Хорошо, Денис, а у тебя как это произошло в этот момент, когда ты понял, что теперь ты киберспортсмен, и ты будешь заниматься этим? Вообще до Valorant я не являлся профессиональным киберспортсменом, то есть у меня не было контрактов, вот. Получилось так, что я же закончил универ, я с третьего курса работал, буквально вот до этой весны, и я совмещал Valorant и работу, и когда уже были намеки на контракты, на подписание, то мне пришлось уволиться, и теперь я профессиональный киберспортсмен. Работяга, получается. А кем ты работал, Денис? Я работал в транспортной экспедиторской компании в сфере экспедиторования морских грузоперевозок. Сложно, сложно. Да, а на кого ты учился, кстати? Официально я являюсь инженер-логист, закончил международный транспортный менеджмент. А ты где научился на кого-то после... Я до сих пор учусь, а можно найти. Сейчас у меня уже шестой курс. Не фу. Расскажите, какие у вас планы на будущие турниры? Чего хочется достичь вообще в дисциплине, в составе Na'Vi, и что у вас дальше к плану? Хочется выиграть всех и все, все, что можно выиграть. В первую очередь... В первую очередь, наверное, хотелось бы выйти на Берлин с Хемеей. Это будет очень трудная задача, но мы постараемся с ней справиться, подготовимся хорошо. Вот, в целом, хотелось бы укрепиться на Тир-1 сцене среди европейских команд и показать достанную результат. Я смотрела по последним турнирам, вы вообще очень круто играете и выигрываете всех, но кроме Гамбит. Вот что, как думаете, не так с ними или, может, чего не хватает вам еще, чтобы с ними сразиться? Лично я думаю, нам не хватило времени для подготовки к этому турниру. Все-таки Гамбит, у них очень большой опыт за спиной игры вместе. Они сыграны, у них очень много наработок. Вот, а мы буквально вот две недели готовились и показали свои максимумы в этих двух недель. Ну вот, я согласен, то, что времени не хватает. Если бы у нас было столько же времени за спиной, то, я думаю, результаты мы могли бы показывать еще лучше. Как вы вообще тренируетесь? Расскажите, как проходят шпраки? Что можете рассказать о том вообще, как проходит... Что вы трените, в основном? В последнее время мы немножко режим жизни свой сдвинули, начали раньше собираться. То есть получается у нас сбор 12, мы часик разыгрываемся, переговариваем друг к другу, пока поразминаемся. Запускаемся на карту, что-то ищем, что-то смотрим, обсуждаем там какие-то мысли, наработки и прочее, прочее. Наш капитан нам там что-то показывает, что-то рассказывает. Потом у нас начинаются праки, мы играем там 4 или 6 праков в день, смотрим демки с этих праков вместе с тренером вечером. Там что-то разбираем, что-то фиксим, что-то выбираем, что-то добавляем и, собственно, идем отдыхать. А после турниров вы разбираете, там аналитику проводите вместе с тренером ваших игр? Да, конечно. Пересматриваем, анализируем, разбираем ошибки и фиксим их. А какую вообще роль играет тренер? Его слово последнее или там Arch, например, тоже как-то влияет на то, что вы будете фиксить, что вы будете менять? Мы больше приходим, наверное, к такому общему обоюдному решению, чтобы это всех удовлетворяло. Вот, а так, тренер что-то подсказывает нам, да, дает свои наработки, предлагает какие-то идеи, мы их тестируем и уже приходим к выводу, будем это использовать или нет. Расскажите, на каких агентах вы чаще всего играете и от чего зависит выбор агента в каждой игре? Я в основном играю на Сентенеллах, Сайфер, Киллджой, вот, это, грубо говоря, опорник на плентах и замыкающий за атаку. Вот, выбор зависит, ну, от идеи на игру, от идеи на наш пик, собственно, благодаря этому и выбираем таких агентов. Я на смоках играю, любимый агент, наверное, Астра для меня по сей момент остается, ну, просто Астра, сердечки, нравится, хоть ее и порезали, и с последним очноутом, но мне она вся, нравится. Сейчас на многих картах Ома не исполняю, и все. Ома на Астра, Астра мне будет, но, к сожалению, это благоволит тому, чтобы я был на Ома. А скажите, какое оружие вы выбираете, вандал или фантом? И вандал, и фантом. Я согласен, я ситуативно, типа, в зависимости от того, где я стою, там, как я стою и что я хочу сделать. А любимая карта и почему? У меня бинт, наверное, любимая карта. Я не знаю, почему, но мне очень бинт по душе, она какая-то такая классика. Мне нравятся айсбокс и аскент, мои две любимые карты. Расскажите какой-то интересный факт о себе, который никто не знает. Я изучал испанский язык в школе. Пригодился? Не особо, он очень тяжелый, сам по себе язык английский намного проще, английский владею получше, чем испанский. У меня нет прав. Отличный факт. Ладно, а Денис, у тебя есть права? Да, есть. Я 18 лет получил. Дайте какой-то небольшой совет нашим зрителям, вот как им улучшить свои навыки игры и, может, там, расскажите какую-то конкретную про-фишку, которую, там, не все знают. Про-тренируйся. На самом деле, надо просто очень много играть и пытаться анализировать свою игру. Вот, уже из-за этого идет, как бы, рост, личностный рост. А когда вы начинали играть, вы как-то, не знаю, потом, как вы анализировали потом свою игру? Записывали, там, стримы, например? Ну, да, мы записывали свои игры, свои демки на праках. Смотрели свою игру, где ошибались. И уже в будущем пытались повторить эти ошибки. Ну, лично я так делал. А ты, Виш? Я тоже так делал, тоже записывал. Я бы, на самом деле, всегда бы так делал, но иногда компухт жалуется и подлагивает. Сать. Окей, ну что ж, тогда я могу сказать вам, зрители, записывайте свои демки, анализируйте, и все у вас будет отлично. Все, спасибо вам большое, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok